Пьянство за рулем, превышение скорости и управление без прав. Речь о нарушении правил не дорожного, а водного движения. В этом году нерадивых водителей маломерных судов ждут новые санкции. Подробнее Ольга Пырочкина. Конечно, движение по нашей водной магистрали не такое активное, как на дорогах. И все же правила движения здесь вовсе не лишние. Июль 2010-го, катая туристов, водитель попросту вылетел из лодки. К счастью, никто не пострадал. Но в данном случае катера не разошлись на водной дороге. Данные происшествия произошли не на Волге, однако от подобного никто не застрахован. Раньше за нарушение правил движения по воде в Чебоксарах водителям маломерных судов грозил только штраф. Минимальный 300 рублей, максимальный 1500. Но за серьезные проступки лишение прав управления сроком на двух лет. Теперь в столице Чувашии на Казанской набережной появилась специальная штрафстоянка. Суда ставится на спецстоянку у нас по статье 11.9, за обе части данной статьи. По первой части за управление маломерным судом, либо за передачу управления судом лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Далее по 11.8 по примечанию первому. За управление маломерным судом, не имея с собой документов, достоверено право управления маломерным судом. На штрафстоянке судно будут держать до тех пор, пока причину, по которой его задержали, не устранят. За все связанные с этим издержки, включая доставку, заплатит владелец. Одни сутки содержания на стоянке будут стоить нарушителю порядка 500 рублей. Кроме штрафов, отводители-нарушители отдыхающих на воде оградили и защитными зонами. По закону, на том же самом банане или гидроциклах нельзя подплывать к местам массового купания ближе, чем на 50 метров. Еще в прошлом году на Чебоксарских пляжах установили системы видеонаблюдения. Все нарушения будут фиксировать, а затем возбуждать дела об административных правонарушениях. Ольга Пыречкина, Сергей Рябчиков, Республика.